Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM селекторного совещания в общественной палате по программе «Безопасные и качественные дороги». Селекторное совещание проходило с первым заместителем министра транспорта Российской Федерации господином Дитрихом. И там ты пишешь, что Минтранс России определил основным, а можно сказать и главным критерием исполнения программы «Общественное мнение о программе». Ещё раз. Министр Минтранс России определил основным и главным критерием исполнения программы «Безопасные и качественные дороги» – общественное мнение. Да. На сегодняшний день это один из основных показателей региона. Это общественное мнение. В ближайшее время со стороны Министерства транспорта Российской Федерации будут высланы методические рекомендации, как работать с общественными мнениями, как это общественное мнение формировать, ну не то что формировать, а по каким показателям это общественное мнение должно быть себе собрано, по каким моментам это всё будет. И, конечно, они неоднократно вчера делали акцент в рамках селекторного совещания. Оно проходило не в общественном палате, а в здании правительства области. Ещё лучше. Да, оно присутствовало вчера на селекторном совещании министра транспорта Кировской области и руководитель ФГУ Прикамья в Кировской области. По сути, все те первые лица, которые на сегодняшний день заведуют за транспортной инфраструктурой что федеральных дорог, что местных муниципалитетов, ну как кировских дорог, региональных дорог. А что конкретно имелось в виду? Вот люди говорят, ну вот сейчас, хорошо, дороги наконец-то делают. Или там говорят, так себе кладут асфальт, ну хоть что-то сделано. Вот такое общественное мнение соберут и скажут, всё классно. В основном там в рамках селектора, там, конечно, был, это порядка 35 или 40 регионов присутствовало на селекторном совещании. И в основном брали основные мнения, как бы министерство показывало основные моменты, связанные с тем, как работают на местах с общественностью, с кем работают на местах с общественностью. Приводили некоторые примеры регионов. Это федеральное министерство. Да, это федеральное министерство, министерство транспорта показывало примеры в рамках селектора, как в некоторых регионах области, как там Ярославская область, Костромская область, как несколько примеров областей, как они, Пермский край выступал, да, как они работают на сегодняшний день плотно с общественными организациями, с общественными движениями. То есть они образцовые? Ну, как бы да, по сути. Их вчера выставили на селекторе как образцовые показательные, да. Ну, конечно, я вчера немножко в этом плане возмутился. Почему? Потому что нашу область опять как-то прошли стороной на сегодняшний день, да. И пришлось... То есть мы никак не прозвучали там в этом смысле? Конечно, мы никак не прозвучали в данной ситуации. И даже одну из областей, сейчас не помню, там привели примером, что там проходило голосование, выбирали дороги, и там порядка 12 тысяч человек проголосовало. Хотя у нас на сегодняшний день в Кировской области, мы уже с 2016 года проводим голосование, что на сайте общественной палаты в этом году подключилась администрация города Кирова, муниципалитеты агломерации города Кирова подключились и в том году, и в этом году. И у нас только по подсчету этого года порядка там 18-19 тысяч проголосовало людей. И вот это, как говорится, про нас молчат. Почему про нас молчат, то мне стало, конечно, интересно. И я сразу же в онлайн-режиме нашел Евгения Абузарова, тот, который был докладчиком по данным общественным показателям, да, как хороших областей, да. И пришлось... У нас сейчас социальные сети позволяют многое. Пришлось его найти в социальных сетях и ему изложить свою точку зрения. Прямо в процессе селектора? Да, прямо в процессе селектора пришлось изложить ему нашу точку зрения со стороны общественности Кировской области, да. То, что мы не стоим на месте, мы давно уже все методики, которые они сейчас на сегодняшний день рекомендуют, мы уже давно их используем, мы давно изучаем технические задания, мы давно уже проводим голосование в области, да. И постарался максимально дать ту информацию, чтобы нас на сегодняшний день услышали. Услышали люди, которые в Министерстве транспорта Российской Федерации отвечают за формирование вот этих методик общественного мнения. Вот Евгений Абузяров услышал тебя? Да, конечно, он практически в онлайн-режиме. Также мы там, грубо говоря, мы в Кировской области, он в Москве, и мы наблюдали, что он там... Он мне пишет, я ему пишу, да, на сегодняшний день. И, конечно, он сказал, что хорошо, что вы там как бы сообщили о своих практиках. Конечно, у меня встал вопрос, как они совсем формируют эти практики. Видать, только вот тех людей, которые первые до него достучались. Там Ярославль достучался до него в плане общественного контроля, как бы в рамках общественной организации, которая там дороги Ярославля существует, да. И вот он их привел как хороший пример общественного контроля в дорожной отрасли, да. И всего вероятнее, надеюсь, что в ближайшее время, как бы с учетом того, что я ему рассказал всю ту работу, ну, вкратце рассказал о той работе, которую мы провели в ближайшие там уже два года практически, два сезона, проще сказать, да, то пообещали, что в ближайшее время где-нибудь на каком-нибудь мероприятии Министерство транспорта о Кировской области расскажут в хорошем примере, как в рамках тех общественных движений, тех общественных начинаний, которые у нас существуют в области, и как работает с общественностью на сегодняшний день правительство Кировской области в рамках дорожного строительства, да, вот, и как общественники работают там с муниципалитетами, это все вкратце я ему вчера изложил. Вот ты послушал и узнал об этих практиках, об этих регионах, которые были приведены в пример Евгением Абузяровым. Если ты будешь сравнивать с тем, что у нас происходит, то есть что вы делаете в рамках группы по контролю за ремонтом дорог, мы в сравнении где находимся, мы что-то повторяем, мы идем впереди, мы отстаем. Мы, во-первых, на сегодняшний день, да, я скажу на несколько шагов даже впереди тех регионов, которые есть. В некоторых регионах там, например, сделан лист наблюдения, у нас акт общественный в рамках общественного контроля, да, есть акт, который мы, по сути, при выезде на каждое место, мы вот таким же образом составляем потом уже в конце, как говорится, данного мероприятия, да. Также там, конечно, один из регионов привел такой интересный пример, как бы, а у них идет фото-видео фиксация, и они это размещают на сайте именно Росавтодора этого региона, да. Как бы, это один из примеров для показателей, что на нашем сайте, например, Министерства транспорта, либо ФГУ Прикамья размещать такую же информацию, да, хотя мы об этом уже неоднократно говорим, и говорим не в этом году, а в том году еще об этом говорили, да. Я надеюсь, что в этом направлении лед тронется и в 2018 году, потому что об этих примерах говорит непосредственно Министерство транспорта Российской Федерации, да. Также говорили про регламент выполнения работ, ну, как бы, общественных проверок, да. Мы, по сути, такие регламенты практически составляли, да. У нас есть закон об общественном контроле, в котором все четко прописано, да. Наш региональный. Да, наш региональный, да, и мы не можем работать, как бы, этот регламент, он должен быть в рамках закона регионального об общественном контроле. Это все у нас уже есть в Кировской области. Просто вот эту практику, надо искать каналы, как ее доносить. Доносить до Министерства транспорта Российской Федерации, чтобы они эту практику слышали нашу и применяли на других регионах. Ну, там сидел рядом с тобой министр транспорта Кировской области. Он как отреагировал? Ты потом с ним обсуждал? Нет, он, конечно, он тоже был с какой-то точки зрения поражен, почему там другие области, про другие области рассказывают, а про нас всегда забывают. Хотя мы в рамках уж общественного контроля в сфере дорожного движения, дорожного строительства, я считаю, мы впереди планеты всей, особенно в Российской Федерации. Почему? Потому что у нас применяется очень много практик на сегодняшний момент. Также там говорили, надо работать в социальных сетях, создавать группы в социальных сетях. У нас уже давно эта группа существует, там не первый год, и ребята уже там не второй, не третий год формируют общественное мнение, берут общественное мнение и смотрят, как существует, в каком ритме все движется на сегодняшний момент. Конечно, говорили о том, что надо больше смотреть на положительные примеры общественности, когда общественность не просто критикует все эти движения, а какие-то положительные нотки вносит. Опять же, мы же не просто все критикуем. Нет такого, чтобы мы сейчас критиковали и не говорили ни о чем хорошем. Мы говорим и о хороших моментах, но при этом говорим, что давайте будем дорабатывать эти же технические задания. Про них практически через область, когда докладчики докладывали, все говорили про плохие технические задания. Значит, это не только в нашей области такие большие проблемы с техническими заданиями. Почему? Потому что, опять же, мы же опять говорили еще год назад, я помню, про те СНИПы и ГОСТы, которые устарели, которые 1980 какого-то года, и про это же опять на селекторном совещании один из регионов заикнулся из общественника. Именно на селекторном совещании собирали как бы министров, по сути, первых лиц, которые отвечают за транспорт, за дорожное строительство в области. И собирали общественников. Общественников в других регионах. Где-то были представители Общероссийского народного фронта, где-то были представители местных движений. Также и в рамках Общероссийского народного фронта был хороший пример карты убитых дорог. Как она работает на сегодняшний день. Какие положительные моменты. То, что люди активно пользуются этой картой убитых дорог, активно размещают информацию, и практически каждая область с этой картой убитых дорог работает. И стараются, прежде всего, акцент делать на мнении граждан, которые размещают информацию на карте убитых дорог. Правильно я тебя поняла, что наш Минтранс не подал информацию в должном виде в федеральный Минтранс по взаимодействию? Понимаете, мне сначала сложилось такое же мнение, что там кому-то где-то какой-то должен был упасть отчет. Но с учетом того, что пока селектор шел, 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 и мнение мое поменялось. Почему? Потому что все вероятнее. Пока на сегодняшний день обратную информацию с мест в рамках общественных проверок, общественного контроля Министерство транспорта Российской Федерации никакой не запрашивает. А рекомендации уже готовы сбросить. Сейчас мы прервемся на полминуты и продолжим с Константином Сичихиным. Это его особое мнение. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем. Мы продолжаем. Это особое мнение Константина Сичихина, члена Общероссийского народного фронта, общественной палаты Кировской области, руководителя группы по контролю за ремонтом дорог. Обсуждали до перерыва селекторное совещание с Минтрансом России, которое прошло буквально накануне в нашем Министерстве транспорта. И ты, Костя, сказал, что тебя возмутило то, как было представлено, ну не возмутило, по крайней мере, ты расставил акценты, да? Да. Как собиралась информация о взаимодействии с общественниками и сборе общественного мнения на местах по программе реализации безопасной и качественной дороги. И что ситуация в Кировской области, она никак совершенно не засвечена в Минтрансе. И теперь вы будете по этому поводу работать. И ты на прямой связи с Евгением Абузяровым, да? Директором информавтодор при Минтрансе. В общем, он собирает информацию и, собственно, представляет картину мира. Он аккумулирует эту информацию, он докладывает, как я понимаю, министру по данной информации, как все-таки на местах работают с общественностью на сегодняшний день, да? И плюс к этому они формируют хорошие положительные практики. Там, например, один из регионов был такой интересная практика в рамках работы с приложением, мобильного приложения. Они там сами разработали мобильное небольшое приложение, хотя у нас их и так много сейчас. Если начнем перечислять, сколько мобильных приложений, которые просто-напросто помогают людям там, это же сфотографировать, послать куда-то сообщение по том факте, который происходит. Но это хорошие практики. Их просто надо аккумулировать вместе, да? И как-то выносить уже более открыто для людей, чтобы люди понимали, что их общественное мнение на сегодняшний день играет тоже очень важную роль. Какие еще механизмы вот сейчас на уровне нашего региона обсуждаются, чтобы регион активнее участвовал, например, в том же планировании Минтранса? Ну, например, вчера... На уровне общественных инициатив, общественного мнения и контроля. Вчера, например, был высказан такой момент, что, наверное, все вероятнее в 2018 году будут собираться, как бы делать схемы движения общественного транспорта. Ну, вот эти схемы движения общественного транспорта. Так, в общем, будет какой-то такой федеральный проект. Сначала там будут участвовать города-миллионники. Сейчас под это Министерство транспорта Российской Федерации изыскивает денежные средства. У нас примерно в городе Кирове посчитали, что на разработку данной схемы движения общественного транспорта, о котором мы неоднократно говорили, что у нас непонятно, как автобусы движутся, где надо выделенные полосы сделать, где не надо выделенные полосы сделать, то у нас на сегодняшний день посчитали, что на разработку данной схемы, данного проекта, по-моему, надо порядка 60 миллионов рублей в городе Кирове. Понятно, что в бюджете таких денег нет. И если будет такой проект в следующем году в рамках Министерства Российской Федерации, то, конечно, мы постараемся осветить этот момент и постараемся поучаствовать. Потому что вчера, когда с министром транспорта, с Поршнем Михаилом разговаривали на эту тему, конечно, если будет такой проект, то область максимально постарается поучаствовать в данном проекте, потому что проблема с общественным транспортом, с движением общественного транспорта очень колоссальная в городе Кирове, в областном центре на сегодняшний день. Вот один из таких плюсиков, можно сказать, был. Но это пока нас не касается, это только миллионники. Пока не касается. Ну, там сказали, миллионники и кто еще сможет попасть в это. Там не то, что там именно миллионники, там миллионники и еще, может, несколько пилотных кругов. Как у нас это всегда бывает? Вот там это и пилотные города. Как мы сейчас участвуем в пилотных проектах и по образованию, и в пилотных проектах по здравоохранению. То есть Михаил Поршнев, министр транспорта Кировской области, вчера сказал, что правительство Кировской области будет стараться попасть в этот проект. Конечно, в любые проекты, которые будет сейчас на сегодняшний день предлагать министерство транспорта, мы будем стараться попадать. Потому что это, во-первых, федеральные денежные средства, это минимум затратки муниципальных, местных бюджетов, это экономия. И это на благо все-таки людям и гражданам города. Проект по совершенствованию системы общественного транспорта, конечно, очень важен. Еще один момент я хотела бы, чтобы ты все-таки озвучил. Ты мне в перерыве рассказывал, что Андрей Леонидович Усенко, представитель общественной палаты Кировской области в Палате Российской Федерации, вчера озвучил предложение твою кандидатуру выдвинуть как на члена общественного совета при министерстве транспорта Российской Федерации. Да, там получается, мы уже документы даже не то, что выдвинуть, мы уже документы туда подали неделю примерно назад. На документах сейчас стоит виза секретаря общественной палаты. По крайней мере, я лично сам не видел. Александр Александрович Галицкий? Нет. Российской Федерации, господин Хадеева, который только что был у нас в эфире. Да, потому что сейчас, на сегодняшний день, тренд общественной палаты России идет в плане того, что надо менять все-таки лиц, которые находятся в общественных советах при министерстве. И больше туда граждан с регионов. Кто может? Конечно, в данной ситуации придется ездить не за счет, сразу говорю, министерства, либо правительства области, а за свой личный счет. Но я изъявил такое желание, потому что понимаю, что на сегодняшний момент, если меня туда, конечно, выберут, потому что там 8 человек на место, это как хороший вуз попасти. И при том, что тренд идет хороший со стороны общественной палаты России, плюс тренд идет на изменения на людей, которых не привязаны к дорожной отрасли, чтобы, как говорят, не было лоббистов. Потому что туда люди приходят в основном в такие большие министерства, люди, которые связаны с какими-то бизнес-структурами. Если правильно этот тренд будет подан на сегодняшний момент, как есть, то было бы замечательно. Напомню, что Валерий Фадеев буквально сейчас в предыдущем часе сказал, что лоббистов нужно менять на реальных активных граждан, независимых, которые будут давать свою оценку. Это первое. А второе, он обратил внимание, что решения общественных советов обязательно должны приниматься не просто к сведению, а к исполнению министерствами, при которых эти общественные советы создаются. Да, и мы так проще, на сегодняшний день я понимаю, что та практика, которая нами наработана уже в течение двух сезонов, ее проще донести. Хорошо, что соцсети есть, да, написали, но посмотрим, как будет дальше реакция. Когда ты находишься прямо, как говорится, в сердце данного министерства, то намного проще доносить те моменты, которые сейчас происходят в регионе, и намного проще доносить ту практику общественного контроля, которая нами уже наработана, ее куда-то надо дальше применять. Ну, либо, как говорится, в папочку и в сторону откладывать, ну, как бы вот такие моменты. Константин Сичихин, руководитель группы по контролю за ремонтом дорог при Общественной палате Кировской области, сейчас высказывает свое особое мнение. И тут невозможно, вот когда мы говорим о взаимодействии с населением, когда мы говорим об учете общественного мнения в реализации федеральных программ, невозможно не вспомнить о рейтинге Общероссийского народного фронта, членом которого ты являешься, согласно которым Киров оказался в последнем десятке областных центров России по учету мнений местных жителей при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вот вроде бы столько у нас разговоров об это, активистов, а по факту? По факту, по факту, как видите, есть рейтинг и был опрос граждан на сегодняшний момент, и он проводился не только там одним днем, а целым периодом времени, да, и мы видим, да и сам лично могу неоднократно высказать, что мнение граждан по поводу формирования комфортной городской среды, да, программа хорошая, да, она улучшает, как говорится, дворовую территорию, но практически то делают в снег, то запоздали, то еще чего-то. Люди же это все видят, да, и складывается мнение, что это сделано не на 30 лет, а на пару дней, на пару лет, просто-напросто. Вот давайте даже сейчас, на сегодняшний момент, мы возьмем 2018 год. Вот у нас администрация города объявила конкурс, конкурс должен был закончиться 16 ноября. Конкурс? Конкурс по выбору дворовых территорий, которые должны будут отремонтироваться в рамках комфортной городской среды. За федеральные средства. Подачи заявки, проще сказать, это не конкурс, а окончание подачи заявки 16 ноября 2017 года. На сегодняшний день информации в информационных источниках нигде нету. Каким образом? Сколько заявок подано? Подали ли люди? Хотя неоднократно, я неоднократно даже высказывался, граждане на собраниях высказывают, что они просто-напросто не успевают подать заявление до этого промежутка времени. Потому что сроки маленькие, очень большого неподопонимания, да. И один раз ты уже просил, и не знаю, еще раз могу здесь попросить администрацию, чтобы сроки продлили подачи заявки. По крайней мере, товарищ Зуравлев обещал, что будет постановление о продлении срока подачи срока заявки. Зам. главы администрации города Кирова. Сейчас исполняющая обязанности главы администрации, да. Он обещал, что будут постановления выданы, что сроки заявок продлят. Ну, по крайней мере, я это постановление вчера еще на сайте администрации города искал, искал, так и не нашел. Только нашел, что есть постановление о создании конкурсных комиссий, как я понял, или по инвентаризации дворовых территорий. Ну, что такое, в общем, там, постановление недавно вышло, 17-го числа, о создании, при этом управлении, комиссии по инвентаризации дворовых территорий, да. Опять же, программа формируется. Где информация? Как она формируется? Где? Каким образом? Как людям узнать, хоть они заявку подали, в каком стадии рассмотрения эта заявка находится, да. Я уж, муж, давайте не говорите про 17-го, даже про 18-го начнем. Уже как-то вот криво-косо пошло все, да. Как будет дальше, покажет время. Ну, и о каком тогда мы общественном мнении о данной программе можем говорить? Это Константин Сечихин, член общероссийского народного фронта, член общественной палаты Кировской области. Это его особое мнение. Через две минуты, даже через полторы, мы снова в студии. Особое мнение на 101-ФМ Продолжаем, мы в эфире. Согласно первому постановлению, 16 ноября это был последний день подачи заявки на конкурс в рамках программы формирования комфортности городской среды. Это Константин Сечихин, его особое мнение сейчас вы слушаете. Больше информации не на сайте администрации города Кирова, на каких-то продлениях сроков ее не было. Так, напомним, что до перерыва мы говорили о том, как собираются заявки, об итогах сбора заявок по ремонту дворов в рамках федеральной программы благоустроенная среда. И сейчас Константин как раз уточнял, что 16 числа был последний день подачи заявок. Мы не знаем, сейчас уже 23-е, 7 дней прошло неделя, сколько требуется на обработку. Пока информации на сайте администрации нет. Но на что обращал внимание Константин, что неоднократно обращался в городской администрации с рекомендацией о продлении сроков сбора заявок. И более прозрачного освещения и информирования граждан о том, как собираются, как отбираются, кто именно по каким критериям будет отобран. Потому что вот как только список формируется, говорят, что времени не было, вот этого не было, того не было, а народ задает вопросы. Мы с вами можем в декабре получить, как обычно будет пресс-релиз администрации, что отобрано 70 дворов, таких-то, таких-то, все. А по каким критериям их отбирали? Кто голосовал? Потому что мы столкнулись, ну, когда на собраниях было, люди говорили, вот в том году мы не смогли попасть, нас там, грубо, в сторону подвинули, да. А в этом году мы сможем попасть, если мы опять же будем проводить собрания? Да, да, вы сможете попасть, как отвечала администрация, представитель администрации города. Вот интересно все-таки, как дальше-то будет все происходить-то? И опять у нас какой-то информационный вакуум происходит со стороны администрации города Кирова по поводу, опять же, формирования комфортной городской среды. И понятно, что показатели общественного мнения, они будут низкие и в этот раз. И если следующий год будет продолжаться так, то улучшения-то ждать нечего просто. Ну, о каком хорошем показателях общественного мнения мы можем говорить? Ну, вообще, а вот скажи, пожалуйста, может быть, это связано в этом году с тем, что у нас до сих пор нет главы администрации в Сером доме? Вот опять нам сообщают, что господин Шульгин, которого, да, уже и Дума, в принципе, утвердила, и мы в 16-го как раз числа, в день окончания подачи заявок, ждали уже в Сером доме. Он задерживается в правительстве еще на 10 дней. Как-то тревожно. Не находишь? На сегодняшний день понятно, что когда у корабля нет капитана, то в данной ситуации корабль, он поплывет то влево, то вправо, то каким-то образом. То каждый захочет этим кораблем править просто, я так это понимаю, да. Конечно бы, у нашего корабля, у администрации города Кирова должен давно уже появиться капитан, который будет целенаправленно направлять ее в нужное направление, да. А сейчас, на сегодняшний день, то один замглавы выполняет свои обязанства, второй повыполняет свои обязанности. И четкого критерия-то, в каком направлении движемся, пока не видно. Ну, правда, потом Илья Вячеславович придет, он будет погружаться в материал еще какое-то время. Я думаю, что на сегодняшний день он уже погружен в те материалы, которые происходят. Просто, блин, сроки, сроки, время, это же тоже, говорю, все зависит от капитана, от паровоза, можно так сказать, как паровоз в данной ситуации. Конечно бы, давно хотелось бы видеть его в кресле уже главы администрации. А с чем ты связываешь вот эту задержку? Почему? Ну, всего вероятного, всего вероятного сдает дела, которые у него остались незавершенные. Потому что тоже с поста замгубернатора просто так не уйдешь. У него же подведомственных, много подразделений. Ну, и всего вероятного, может быть, до сих пор еще замену не нашли. Просто-напросто. Потому что с кадровой политикой мы видим, что есть какие-то небольшие проблемы. Да, вот там интересная история же произошла. Минстрой, например, в Кировской области возглавил человек из Минздрава, Руслан Бондарчук. Вакансии на таких важных постах, как министр образования незакрытых. Ну, я вот, например, по поводу Министерства строительства, нового министра, с какой-то точки зрения отношусь положительно. Почему? Только по той причине, что, во-первых, он местный. Ну, человек занимался медициной, сейчас строительством. Человек в медицине тоже занимался не хирургом был, по крайней мере, да. Он, когда работал, ну, как мне довольно известно, хотя я лично с ним не знаком, и, по крайней мере, нигде не пересекался, да. Ну, как вот известно из информационных источников и так слышал, то он занимался как раз строительными моментами, всеми вот эти все площадки для вертолетов, да, ремонтные больницы на сегодняшний день. А в этом году объем колоссальный сделан, да. И человек как раз вот этим направлением руководил Министерство здравоохранения, да. Тут вопрос-то банальный. Можно и не быть строительного образования. У тебя есть специалисты с большим стажем и с большим образованием. Главное правильно ими управлять. Мне тоже неоднократно и высказывали, вот почему ты там ходишь по домам, грубо, да, по домам дети-сирот, по переселенцам, но у тебя нет строительного образования. Так я своими глазами увижу и спрошу специалиста, и специалист мне расскажет, как правильно это должно быть. Также и в его ситуации можно не иметь строительного образования, но если ты грамотный менеджер, грамотно можешь распределять обязанности среди своих сотрудников, а министр — это грамотный менеджер, по сути. То в данной ситуации мы ждем только положительных моментов. Еще одна хорошая история, положительный момент про реализацию федеральных программ. Сделаем шаг назад. Которая прошла, я бы сказала, незамеченной в СМИ. Это создание рабочей группы по совершенствованию правил благоустройства в муниципальном образовании города Киров. Я прямо цитирую. Ну и вообще надо сказать, что там твой фейсбук — это кладезь информации. Слава Богу, что есть социальные сети. Так вот, к тебе как первоисточнику обращаюсь. Список группы у меня перед глазами. Я вижу, что там только два общественника в чистом виде. Остальные — это депутаты и чиновники, госчиновники. Два общественника — это ты и Григорий Паскребышев. Гриша Паскребышев. Да, и вот только два этих человека со стороны общественности входят в эту рабочую группу. Это вот что-то новенькое. Состав-то, конечно, вдохновляющий. Ну, данная рабочая группа была создана, как мне пояснили, по желанию, можно сказать, или как по требованию главы Думы Ковалевой Елены Васильевны. Потому что ее постановлением утверждается данный список, данной рабочей группы. Меня пригласили туда. Кто? Просто позвонили с аппарата Думы и сказали, что Константин Сергеевич не втилили. А почему тебя? Вот тебе сказали, почему тебя там видят? Что ты вообще в этом смыслишь? Интересно, может, за мою гражданскую активность такую интересную. Поэтому меня туда пригласили. Или то, что мы постоянно с этими проблемами занимаемся. Потому что проблемы дорожной отрасли и проблемы благоустройства, они всегда где-то рядом ходят. Они просто там в отдельности. Это отдельно нельзя в отдельном комке рассматривать. Это все в одном, как говорится, клубке находится на сегодняшний день. И эти все проблемы, их надо развязывать. Список-то огромный, под два десятка. И там только два общественника. Я не могу депутатов общественниками назвать, простите. Я их тоже, конечно, не могу. Но депутаты пытаются себя сейчас называть общественниками. Депутаты-лоббисты, давайте прямо смотреть правду в глаза. Ну что, они проведены на этих выборах. Ты не согласен, что ли, со мной? Нет, согласен. Большинство лоббистов. Согласен, согласен. Какие они, общественники? Большинство лоббистов на сегодняшний день, даже депутат городской думы. Председателем данной рабочей группы выбран Копырин Сергей Владимирович, депутат городской думы. Он у нас, по крайней мере, как мне известно, является начальником юридического отдела фирмы «Железно». При всем уважении. Нет, при всем уважении. Конечно, если будет благоустроен город так, как благоустраивает «Железно» свои микрорайоны, не сочтите за рекламу. Это было бы неплохо. Это было бы неплохо, и надеюсь, что на сегодняшний момент, с учетом такого председателя, который с их опытом благоустройства их территории, может быть, будут какие-то изменения в городе Кирове. Может быть, до кабы. У вас первое совещание прошло, между прочим. Первое совещание прошло на нотке «Избрали председателя», избрали примерно те направления, по которым будем работать. А направление сейчас, на сегодняшний день, пока до 1 декабря, оно выбрано одно. Это изучить всем членам рабочей группы, изучить практики соседних регионов России, положительных практик регионов России. И постараться эти практики применить в Кировской области, а именно в городе Кирове. Либо это изменение в законодательстве Кировской области, либо изменение в правил благоустройства города Кирова. Вот очень интересно. У нас есть активисты, которых ты хорошо знаешь, которые этим занимаются регулярно и даже учатся. Это Игорь Багин, который без конца пишет письма и в администрацию, и в правительство по правилам благоустройства. Это Макс Копырин, который работает в московской администрации или в Думе, но постоянно пишет про Киров и рекомендует. Это Курбатов, Анатолий Котов. Они-то почему не там? Я не могу понять. Я не могу сказать, по каким критериям собиралась данная рабочая группа, но, по крайней мере, на совещании одним из членов рабочей группы, а именно Олегом Геннадьевичем Созимым, Гипрозем, было предложение включить в рабочую группу представителя ВИАДГУ, всем нам известного, Ивана Губина, который руководит кварталом 119. И данное предложение все поддержали, просто сейчас все зависит от Елены Васильевны, так как она своим постановлением должна внести их в список, можно сказать, его внести в список данной рабочей группы. Понятно, что она создана, понятно, что у нее есть какие-то цели и задачи, связанные с улучшением благоустройства города. Посмотрим, как она будет работать, эта рабочая группа. Но пока на сегодняшний день ровение депутатов, как они активно обсуждали просто вопросы, связанные ближайшие, которые можно будет обсудить. Один из вопросов стоял на повестке, это сделать единый проект площадок для сбора ТБО, для застройщиков, например. У нас на сегодняшний день застройщик может все, что угодно сделать. Либо сам сделать ангарчик для сбора ТБО, либо просто плиту положить и контейнер поставить, и сверху ничем не огораживать. Вот один из предложений Юрия Львовича Шлюминзона было, депутата городской думы, о том, что давайте введем единый регламент, ну, единый какой-то проект для всех контейнерных площадок, чтобы все застройщики строили по одному, с одним видом или как бы с одним показателем. Я знаю, кого в следующий раз приглашу. Юрий, а у тебя есть конкретно, у нас 15 секунд направление, которое ты будешь разрабатывать? Я на сегодняшний день, нет, направление пока никто никакие не выбирал, да. Я сейчас обобщаю ту информацию, которая у нас была в рамках рабочей группы, неоднократно в рамках благоустройства, да, и буду вносить свои предложения в правила благоустройства. Я поддерживаю даже мнение Юрия Львовича по поводу контейнерных площадок. Это его проект, давай свой. Я поддерживаю, я говорю, поддерживаю его проект. Хорошо, в декабре следующее заседание рабочей группы. Да, до 1 декабря собираем информацию, дальше там, я думаю, в ближайшие дни после 1 декабря назначат ее. Все, время нашей программы истекло. Спасибо большое нашему гостю Константин Сичихин, члену Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Кировской области. Был в гостях, у микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо.